Вопрос в повестке дня о строительстве крытого хоккейного корта с искусственным льдом собрал на сессионное заседание представители спортивной общественности. Ребята-хоккеисты, их родители, тренеры по хоккею с шайбой пришли в конференц-зал администрации города, чтобы посмотреть и услышать, как идет обсуждение вопроса. Началось оно с доклада заместителя начальника управления социального развития, начальника отдела по физической культуре и спорту Андрея Иванова. Андрей Алексеевич привел примеры строительства подобных спортсооружений в Архангельской области и в соседних регионах. А также примерная цифра содержания, ведь одно дело корт построит, затем его нужно обслуживать, а это тоже финансовое средство. Администрация города ни в коем случае не преследует цель переложить ответственность за строительство спортивного объекта на плечи городской думы. Но в связи с большой социальной значимостью вопроса о строительстве затратности объекта, для нас важно понимать, поддерживаете вы саму идею строительства хоккейного корта с искусственным домом или нет, и какой тип объекта для вас более приемлемый. Что касается примеров других регионов, вы знаете, эта тема, конечно, муссируется, вы тоже знаете, я просто тоже несколько цифр приведу. Очень хорошо, конечно, и зависть берет, как, например, в Нижегородской области развивается хоккей-шайба, именно детский. Просто несколько слов тоже об этом. Особенность такова, просто вы масштабность сравните, развитие хоккей в Архангельской области и здесь. С 2006 года по этот год 19 фоков построено в Нижегородской области, в районных центрах, поселениях. И особенность таких такова, что, например, приводим в пример тот город, куда ездят наши хоккеисты и на сборы, город Шахуния, численность которого около 20 тысяч человек, в состав которого входят три поселка, общая численность около 30 тысяч человек. Но особенность этих объектов фоков в том, что они до августа 2013 года были в государственном собственности. Это были государственные бюджетные учреждения, соответственно, соответствующим финансирам. В 2013 году эти учреждения были переведены, переданы муниципалитетам. И сейчас, вот, например, фоккатлант в Шахуния, он имеет статус муниципального автономного учреждения. Ну, стоимость этого объекта по ценам 2009 года составляла 394 миллиона рублей. Федеральный бюджет 130 миллионов, областной 264,8. Про муниципальные деньги информации я не нашел. Ну и плюс составили расходы на спортивно-технологическое оборудование, которое было включено в областную инвестиционную программу. Эта информация открыта, можно посмотреть на сайте этого фока. Расходы, если вам интересно, тоже вот для сравнения. За 2013 год на содержание этого фока составили 47,3 миллиона рублей. Это дотационная. Здесь они работают по государственному, областному, значит, и муниципальному заданию. Собственные доходы составили 3,5 миллиона рублей. Расходы на коммуналку составили 16,6 миллионов. Из них на электроэнергию 8,8 миллионов рублей. Водоснабжение и водоотведение 790 тысяч. Ну и оплата труда с начислениями 19,1 миллионов рублей. Есть еще город Урень, тоже районный центр. Он еще меньше, там около 12 тысяч населения. Оно входит в состав 12 сельских поселений. Там тоже примерно фоки, но они также сейчас все в муниципалитете переданы. База выстроена, все это передано муниципально, собственно, безвозмездно. Безвозмездно тоже развитие. Здорово, что у нас есть хорошие примеры, действительно, на них надо равняться. У нас немножко, ну не то, что немножко, ситуация совершенно другая, а у нас эксплуатационная. Но я считаю, что, я уже эту позицию озвучил. У нас есть в Коряжино, и это доказано нашими ребятами, которые занимаются под управлением наших наставников, хоккеем, шайбой. Динамика в развитии есть. Ребята доказывают это, выезжая на соревнования, занимаясь на тех условиях, которые у нас есть. И я считаю, что подпосылки для того, чтобы объект все-таки начать строить, хоккейный короб с искусственным льдом, а мы говорим об искусственном льде, они есть на сегодняшний день. Затем депутаты приступили к обсуждению вопроса. Подключился к ним и глава города Валерий Елизов. Валерий Иванович дал понять вопрос, вынесенный на сессию городской думы, лишь с той целью, чтобы понять позицию депутатов, поддерживают ли они проект. Но при этом не допускал и мысли о том, чтобы кто-то подменял администрацию города в решении этого вопроса. Ведь еще при подготовке к сессионному заседанию прокуратура города указывала на то, что согласование строительства любого объекта не входит в компетенцию городской думы. Мы не говорим о том, что три проекта именно по такой цене. Речь идет о том, что вот объекты примерной ценовой политики, может быть 214 миллионов, 213 миллионов, 212 миллионов, 270, есть и за 360 миллионов, есть за 100 миллионов, за 70, за 85 миллионов. Речь идет о том, что мы должны с вами определиться и понять. Первое, значит, что мы, да, будем строить, потому что немаловажно, чтобы когда мы будем вращаться за финансированием, закладывать деньги в бюджет, что мы были убеждены, что да, депутаты будут поддерживать это дело и мы будем строить. Это первый момент. И второй момент, определиться и понимать, в том числе и вам, что построив объект, мы должны будем его содержать. На содержание объекта, чем он, чем больше мы сейчас будем вкладывать денег в строительство, тем больше он будет требовать денег на содержание. Вот это нужно понимать. Поэтому и мы обратились к вам сегодня на сессию, чтобы подумать, пообсуждать этот вопрос, принять решение конкретно, что да, мы готовы строить, да, мы будем участвовать в программе, да, мы будем софинансировать, и мы тогда, значит, получив ваше добро, мы начинаем действовать, начинаем уже согласовывать проект, уже более подробно вести консультации, к нам готовы выехать сюда на место специалисты, посмотреть нашу площадь, которую мы предлагаем под строительство, рекомендации, может, какие-то получить, ну и все остальные действия будем проводить, которые требуют 44-й закон. Тяжело сказать, какое софинансирование по процентам, потому что каждый год все это дело меняется, ведь мы не можем заставить бизнес давать деньги. Это речь идет о договорных каких-то условиях. Я переговорил с акционерами, акционерами говорят, что да, мы будем помогать. В какой степени это будет помощь? Опять это уже нужно говорить тогда, когда будет предмет, о чем говорить. Говорить о том, что вот есть у нас объект, на строительство нужно проектная стоимость такая-то, мы начали строить, то есть сегодня самое главное это федеральные деньги. Раз, это, ну федерация дает, как правило, примерно около 30%. 30%? Примерно. Область, областные деньги, а это основные деньги, областные. И софинансирование, ну, Валерий Руфятович, понятие, ну скажу я 70%, 68%, 50%, но основная сумма это областных денег, наше софинансирование, это будет уже подписан настоящий договор, когда мы начнем делать, тогда и уже в договоре четко будет. А как нам поможет бизнес в данной ситуации, это уже будет зависеть от нас с вами, как мы договоримся, с кем договоримся, тогда уже и можно будет рассуждать. А говорить сегодня, что а вот нам там, мы давай заложим, что 60 миллионов нам дадут там бизнес, это совершенно неправильно, потому что бизнес не обязан это делать. Депутат Александр Пылев в решении этого вопроса призывал объединить усилия администрации города, депутатского корпуса, бизнеса, родителей хоккеистов, проявляющих такую настойчивость в продвижении этого вопроса. Как известно, в канун обсуждения вопроса на сессии в Коряжбе прошла демонстрация за здоровый образ жизни и благотворительный концерт с участием звезд эстрады в поддержку строительства Ледового дворца. То, что мы сейчас обсуждаем этот вопрос на данной сессии, конечно, спасибо администрации города, но непосредственно подтолкнули на эти шаги. Я считаю, вот эти люди, которые стояли на демонстрации, которые сидели в зале, которые приходили, обращались, писали письма, поэтому хочу иметь это в том числе в виду. Ну, собственно говоря, последнее. Мы должны, наверное, объединить усилия администрации города, депутатов, для того, чтобы такой объект все-таки у нас появился. И вообще вопросы подобного рода, они должны решаться совместно, без каких-либо, не знаю, нареканий, конфликтных ситуаций. То есть мы должны идти в одной упряжке, двигаться, поставленные цели. То, что мы должны, конечно, взвешенно это все делать, это никто не обсуждает. В результате обсуждения родилось три варианта проекта решения. Один вариант администрации города и два варианта от депутатов. Я не возражаю против данной поправки, но я хочу сказать одно. Во-первых, не хотелось бы, чтобы кто-то подменял администрацию города, потому что это наши функциональные обязанности. Это раз. Во-вторых, хочу сказать, что мы и не собираемся ничего скрывать. Это два. В-третьих, мы будем делать то, что физически возможно сделать, физически будет возможно содержать, и это будет в пользу для города. Поэтому рабочая группа будет создана обязательно. Я думаю, что рабочая группа будет в составе девяти человек, три представителя общественности, три депутата и три работника администрации. Нет возражений? Спасибо. Поправка депутата Александра Калинина не нашла поддержки у большинства. Вторую поправку озвучил депутат Сергей Дрехинский. Постановляющую часть проекта решения изложить в следующей редакции. Принять сведения и информацию администрации муниципального образования города Коряжма о строительстве крытого хоккейного корпуса с искусственным домом. Второе. Рекомендовать главе муниципального образования города Коряжма привлечь для проработки данного вопроса депутатов городской думы. Третье. Предложить главе муниципального образования города Коряжма первое. Не позднее внесение проекта бюджета муниципального образования города Коряжма на 2015 год предоставить технико-экономическое образование депутатам городской думы проекта крытого хоккейного корпуса с искусственным домом. Второе. Предусмотреть в проекте бюджета муниципального образования города Коряжма расходные обязательства по финансированию данного проекта. Немножко поясню, почему поправка родилась. Первое, как уже говорилось выше, также есть на этот счет информация у прокурора города, что это принятие решения по строительству данного объекта, это в компетенции главы и администрации муниципального образования города Кареша. В то же время, учитывая огромную значимость данного проекта для города, депутаты Городской Думы готовы предложить свою помощь, свое участие в любой форме, которую предложит глава. Это может быть комиссия, отдельно созданная, либо рабочая группа в любом составе, либо мы будем работать в наших постоянных комиссиях Городской Думы по данному вопросу, то есть в любой форме, которую предложит глава муниципального образования. Далее, для того, чтобы конкретизировать сроки рассмотрения данного вопроса, мы предлагаем не позднее срока внесения проекта в бюджет на следующий 15-й год, а это 15 ноября, представить технико-экономическое обоснование депутатам Городской Думы со стороны администрации города, для того, чтобы в бюджете уже 15-го года предусмотреть определенную сумму средств на какой-то этап реализации проекта. Может быть, это оформление, допустим, земельного участка, может быть, это проектно-сметная документация. То есть какой-то этап уже начать реализовать в 2015 году, выделив на это средства. Еще такой момент хочу предложить главе муниципального образования. Если это в правовом поле, Валерий Иванович, в Котласе, насколько мне известно, у них был проведен аукцион на разработку проектно-сметной документации по укрытому хоккейному городу в Котласе на улице Некрасова. Сроки его были, согласно информации с сайта, окончание 20 июля. Скорее всего, что у них проект есть. Наверное, он уже готов, так как сроки прошли. Есть вариант обменяться проектами. Котлас, насколько я знаю, заинтересован в получении проекта по детскому саду, который у нас был построен. Мы заинтересованы получить проект по хоккейному корту. Если это в правовом поле, можем обменяться и сэкономить таким образом бюджетные средства на проектирование. У меня давно уже стоялась встреча с господином Бральниным. Мы обсуждали этот вопрос. Нет никаких возражений по то, что Котлас нам предоставит, как соседям это дело. Они сделали проект, отправили его на экспертизу, чтобы посчитать все это. Данный проект стоимость 220 миллионов. Хотя попытка была сделать до 100. Так что вот такая ситуация на сегодняшний день по Котласу. Я думаю, что он нам не очень подходит. Что касается Вельска, Вельск начал строить, деньги кончились, все встало. Проблематично, помните, широко освещался ФОК в Северонежке. Знали ФОК. Сегодня содержать некому. Область не берет. Денег на содержание нет. Все стоит. Поэтому будем считать, совещаться. Каким будет хоккейный корт в Коряжме, еще предстоит выбрать. Глава города пообещал, что обсуждать это будет вместе с депутатами и хоккейной общественностью. Но только заполучить проект не значит решить вопрос. Нужна будет привязка к местности. Чтобы получить финансирование бюджетов в области или федерации, нужно оформление многочисленных документов. Процедура, которая требует времени и не один месяц. Это раз. Первый момент. Второй момент. Мы не можем взять проект из ниоткуда. Проект должен быть утвержден в Минспорта. Этот проект внесен в реестр объектов, которые финансируются из программы федеральной. Если мы возьмем просто какой-то проект, вернее, что мы хотим вот это, то нам финансировать федерация не будет, если он не стоит в реестре спортивных объектов, которые входят в программу. Поэтому здесь мы должны выбирать из того, что уже прошло определенный отбор, прошло определенные процедуры, и только после этого, выбрав вот это, мы тогда уже можем делать все остальное. На сессии также не раз звучало, что решение должно быть взвешенным, так как за вопросом строительства спортивного объекта потребуется решение вопроса о его содержании. Хоккейный корт будет социальным объектом, а значит дотационным. За примером глава города обратился к спорткомбинату «Алимп». По словам Валерия Ельзова, решение этого вопроса о строительстве хоккейного корта не должно также приниматься и в ущерб другим видам спорта. Вот на Ольгу Ивановну «Алимп», ее доходы, ее расходы, сколько она получает денег благотворительно на содержание этого всего объекта, и может ли она сама его содержать. Ну, примерно. Надо «Алимп» передать его статус. И все понятно будет. С детей брать, все рубля. Поэтому говорить о том, что от того, что туда будут ходить, кататься там на коньках, из этого будет идти большой доход, мы, наверное, не сможем это делать, потому что час занятия на льду на сегодняшний день, вот я выяснял, не менее 4 тысяч рублей. Час занятия на льду. Не менее 4 тысяч рублей. Поэтому, вот и считайте. А готово ли наше население платить деньги для того, чтобы покататься на коньках? Большие деньги. Ольга Ивановна тоже узнает, массовое катание есть. Поэтому, это ведь, это мы, нам что, у нас это на виду, тут не надо много того, чтобы это все, все нужно прикинуть, да и мы уже примерно понимаем, что мы ничего не заработаем, мы будем изыскивать деньги из того, чтобы содержать. Сейчас, начиная с строительства объекта, мы не должны нанести ущерб другим видам спорта. У нас есть лыжи, у нас есть биатлонисты, у нас есть картингисты, и масса, кого я могу перечислить, то у нас сегодня есть, которым тоже нужны ремонт помещений, создание условий для занятий и прочее, прочее. Поэтому мы тоже с вами должны понять, потому что завтра выйдет на улицу 300 футболистов, а джудаистов, наверное, еще больше, занимающихся единоборствами. А если взять, собрать баскетболистов с волейболистами, то, поверьте мне, будет, выйдет и все скажут. Поэтому мы должны делать с вами не в ущерб остальном. В результате депутаты решили не вмешиваться в компетенцию главы муниципального образования по выбору проекта хоккейного корта. Предложили свои силы в обсуждении таких проектов и рекомендовали до 15 ноября представить финансово-экономическое обоснование этого проекта, чтобы при формировании бюджета уже следующего, 2015 года, учесть расходные обязательства. Кто за то, чтобы принять поправку депутатов Светлугина и Идрифинского к проекту решения? 19 депутатов за. Поправка принята.